В эфире программа Дневной Разворот. Добрый день, вас приветствует ведущая передача Николай Голиков и Владимир Сметалин. 11.05 на часах, сегодня вторник, 3 октября. Ну, так и погодка, знаете, не слишком плохая, на солнышке пока еще тепло. Да, бабьем летом уж не назовешь, наверное. Бабье осень. Бабье осень, да. Ну, бабье вторник, как минимум. Хотя сегодня у нас вот как раз такой мужской очень вторник. И вообще у нас, вот я хочу сразу сказать, сегодня такой, знаешь, бывают в федеральных учреждениях какие-то дни бесплатной юридической помощи. Не только в федеральных. Ну, в областных местных. У нас на радио что-то сегодня похожее. У нас оба часа будут связаны с правом. С правами человека, да. Ну, давайте анонсируем второй час и опрос, приуроченный к нашей второй теме. Будем говорить мы о соблюдении прав призывников. Дело в том, что позавчера началась осенняя призывная кампания. Будем поднимать вопросы, связанные с альтернативной службой и с годностью или негодностью для службы в вооруженных силах. Ну, известный в этом отношении человека. К нам придет, да, Михаил Полюснин, правозащитник, который непосредственно занимается работой с призывниками. И вот вы можете уже голосовать на нашем сайте хакерова.ру и на нашей странице ВКонтакте. Вопрос очень простой, да. Мое отношение к российской армии за последние годы. Двоеточие. И четыре варианта ответа. Ухудшилось. Улучшилось. Не изменилось. В смысле осталось плохим. И четвертый вариант. Не изменилось. В смысле осталось хорошим. Что-то мне сейчас подсказывает, что я какой-то вариант не предусмотрел. Может быть. Или нормальный. Ну, может быть, как у меня. У меня уже никакого отношения к ним нет давным-давно. То есть. Да, все это во втором части. Ну, и в первом части тоже у нас тема, связанная с соблюдением прав человека. Сегодня будем говорить довольно долго и подробно о такой структуре, таком институте, как Европейский суд по правам человека. Или попросту говоря, Страсбургский суд его еще называют. Да. Не секрет, что на протяжении уже долгого времени, если говорить в целом о нашей стране, то Россия занимает, ну, сейчас боюсь соврать, ну, может быть, ну, одно из ведущих или самое ведущее место по количеству обращений. Ну, вот мне попался отчет Европейского суда по 2016 году. Итоги были подведены его работы в начале этого уже года. Так вот, в прошлом году Россия занимала первое место по числу вынесенных решений Европейским судом. То есть, вот, среди всех стран. Ну, не забывай, что Россия как бы по отношению к другим странам и побольше будет европейским. Да. В общем-то, ходить за примерами тоже далеко не нужно, что касается нашего города и нашей области. Ну, например, всем известно дело Навального, да, которого сначала Ленинский суд приговорил, потом областной суд не оправдал, смягчил, смягчил меру наказания. Но в итоге Алексей Анатольевич Европейский суд как раз-таки и снял все эти... Снял все эти вещи. И, мало того, еще и компенсацию денежную очень такую нарядную приходил. И это далеко не единственный случай, когда вот наш город, наша область связана с Европейским судом, когда решения принимаются этим органам в пользу обращающихся из нашего города. И мы сегодня вот такой хотим устроить просветительский эфир благодаря нашему гостю. Это правозащитник Валентин Бабинцев. Валентин Васильевич, добрый день. Здравствуйте. Да, добрый день. Бромче, пожалуйста, ближе к микрофону. Он уже услышал. Не стесняйтесь, не волнуйтесь. И на конкретном примере сегодня еще будем говорить. Еще один гость, Василий Лаженцев. Не первый раз уже в гости. Василий, добрый день. Здравствуйте. Сегодня мы вас представляем как потерпевший по делу о мошенничестве. Хотя, конечно, тут забавного ничего нет. Потерпевший по одному, наверное, из дел о мошенничестве. Потому что статья одна из самых таких употребимых. Итак, Валентин Васильевич, как часто жители нашего города, области обращаются в ЕСПЧ? К сожалению, наши жители области и города Кирова очень редко обращаются. Ну, по моей информации, в ЕСПЧ. Почему, к сожалению? Так, счастье, наверное. Да нет, потому что, понимаете, как-то не по хозяйству получается. Россия в каждый год платит на содержание европейского суда около 30 миллионов, и мы практически его не используем. 30 миллионов рублей или евро? Евро, евро. 30 миллионов евро? Да. Это вот в рамках европейских, то, что мы присоединились к европейской конвенции. Платим, да, да, да. Почти 50 стран. 47 стран. 47, ну, почти 50, да, собственно. В юрисдикции находятся ЕСПЧ. И поскольку я вот прежде всего хочу обратить ваше внимание, что данный вопрос, он не освещается в средствах массовой информации, и это практически не изучается в наших вузах. У меня иногда бывают такие встречи со студентами, и, значит, я... Поближе все-таки микрофон как-то. Я первый вопрос им задаю. Где находится европейский суд в молчании? Никто не знает, что... В Европе. Это да. А где находится Сразбургский суд? Все хором в Страсбурге. А, ну, нормальный, хороший вопрос. А где находится Сразбург? В Европе Михайловича Достоевского вопрос такой, да. Итак, и лекция заканчивается. Пора расходиться. Где находится Сразбургский суд? А, где находится Сразбург? Опять молчание. Я говорю, ну, подумайте, начинает Австрия, там чуть ли не Австралия, да. Никто не знал, что это во Франции. Восток Франции? Да, да, да. Ну, такой, при границе уже как бы почти. Поэтому это неизвестная, как говорится, тема для наших россиян. Это даже для студентов, для юристов, которые студенты? Да, юристы четвертого курса, понимаешь? Знаете, я хожу, сам уже несколько лет, там, по просьбе, там, иногда читаю это, да. Меня это удивляет. Преподаватели этого не знают. И поэтому так мало и обращений. Кроме того, что информация, ну, тоже недостаток этой информации. Существует еще очень много лживых мифов, которые связаны с этим судом, которые препятствуют обращению людей в Европейский суд по правам человека. Например, такой вот лживый миф, как дороговизное обращение в Европейский суд по правам человека. Я считаю, и я сейчас могу доказать это, что, значит, Европейский суд наиболее доступный и наименее финансово затратный по сравнению с нашим российским судом. Прежде всего, я хочу призвать всех слушателей, по возможности, значит, пусть почаще заходят на сайт Европейского суда, в любой поисковой системе набираете там, как ЕСПЧ или Страсбургский суд, или Европейский суд, вам выскочить на русском языке. И там, пожалуйста, задавайте вопросы, вам будут отвечать и так далее. Вы многое что узнаете. На наших юристов не нужно надеяться, потому что... Я уже объяснил, почему. Ну, это не переочередная задача, заходить, узнавать, Страсбургский. Ну, знать-то всего нужно. В планах общего развития и расширения кругозорода почему бы нет? Так это даже, знаете, все очень связано с... Может, и пригодится однажды. Да как мне пригодится? Просто наш менталитет российский, он на 180 градусов отличается от европейского суда по правам человека. Мы настолько привыкли к этой вот, что нарушение наших правил и основных свобод, что мы не рассматриваем их как нарушение. Вот. Например, вот я изучаю, там, захожу на сайт этого европейского суда. Много там черпаю очень полезной информации. Например, там вот... Вот в качестве дороговизны. Один человек, россияне, задает вопрос европейскому суду. Что мне делать? Мой адвокат потерял квитанцию в оплате госпошлины по обращению в Европейский суд. Правда, человек. На 5000 евро. Ему отвечает, значит, обращение в Европейский суд. Никакой пошлины не облагается. Так. Государству или государством? В системе ничего платить не надо. Вообще не надо. Вот в наш суд российский... Мне интересно, а что же там адвокаты, которые квитанцию потеряли? Ну, вот такой адвокат. Я почему и говорю. Так что у нас бывает, да? А потому что пользуются люди, не знаниями. Да, да, да. Обращение в суд бесплатное? Бесплатное. Госпошлина не облагается. Вот люди-то у нас рассуждают по аналогии, что обращаться в наш российский суд, нужно платить госпошлину. Минимум там 300 рублей, да? А в зависимости от... От суммы иска там, да. Суммы там она возрастает. От характера делов. А если еще арбитражный суд, там вообще заоблачная цена. И тут-то думают люди, что... Ну, раз уж такой суд, то точно. Да еще в валюте. Да, мне называли, как ты обратился в европейский суд. Я говорю, а что такое? Ведь для того, чтобы туда обратиться, нужно заплатить 32 тысячи долларов. Это мне судья один сказал. Другие информации, значит, юристы мне говорили, как ты туда обратился. Там ведь надо заплатить госпошлину. 50 тысяч евро. Вы представляете? Откуда суммы-то такие берутся? Вот, берутся. Что за генераторы? Вот я еще говорю раз, что это... Видите, они по аналогии рассуждают, да? Кроме того, вот такой лживый миф, который вот меня препятствовал мне обратиться в Европейский суд по правам человека. Дело в том, что я в этой системе уже работаю, ну, где-то около 40 лет. И не от хорошей жизни 15 лет назад я начал изучать и обращаться в Европейский суд по правам человека. Я бы начал обращаться раньше, потому что Россия ратифицировала конвенцию о защите прав человека и основных свобод 5 мая 1998 года. Но я не думал, что это мне доступно, потому что Европейский суд пишет, значит, и других источников, что переписка официальными языками Европейского суда, значит, является английский и французский язык. Ну, я-то рассуждал как, я не знаю английского языка, французского языка, я, значит, свое обращение, свою жалобу или свое заявление должен переводить на русском языке, поскольку, значит... Ой, в смысле, на... Я думал, да, да. Потом, когда я начал на своем опыте изучать этот методом проб и ошибок, я узнал, что, оказывается, в понятии Европейского суда, вот это направление своего заявления, обращения и документов не входит в понятие переписки. Вот если ваша самая жалоба будет признана приемлемой к осмотрению, тогда начинается переписка на английском или французском языке, ну, это по вашему выбору. У меня вот было первое... На заявление можно на национальном языке, на государственном. Вот пишешь на русском языке. То есть весь пакет документов первоначально просто посылаешь, как он есть. Да, 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 да. Там есть русский отдел, как его, все, видимо, они там переводят, понимаете. Но, в конце концов, Россия же платит свои 30 миллионов евро каждый год. Ну, да, там и наши люди там работают. Это я знаю, да. Ну, вот. Поэтому не я один так думал. И сейчас многие люди об этом думают, что скажут, где я, как, что там, туда-сюда. Не надо это проводить, понимаете, переводить и так далее. Начинается потом переписка. Ну, у меня, по первому делу, было мне писем, наверное, 10 послано. Да, ну, такие 4-5 строчек. Каждое письмо на английском языке. И то так, что, какие у вас есть изменения, что, какие-то дополнения и так далее. Значит, написали, что мы очень довольны, что вы продолжаете с нами переписку и так далее, и так далее, и так далее. Все. Вот. Это один момент. Дальше, значит, момент, где наши люди, как его, ломает копья. У нас везде и в Конституции написано, и в статье 46, что, прежде чем обратиться в какие-то международные организации, гражданин должен пройти в межгосударственные организации. Да, но список этих организаций там не перечислен. Валентина Васильевна, давайте мы сейчас сделаем небольшую паузу, запятую и продолжим. Я буду жаловаться в ЕСПЧ, как часто кировчане обращаются в Страсбургский суд. Вот такая условная тема нашей сегодняшней беседы с Валентином Бабинцевым, правозащитником и Василием Лаженцевым, гостем нашей студии. Я думаю, что данную тему можно поднимать в любое время года, потому что, так или иначе, многие из нас ищут правды, ищут законности. Обращаются всевозможные органы с жалобами. Валентин Васильевич, вы начали как раз говорить о том, что вот этот миф существовал такой, если я правильно понял, о том, что пока в России вы все инстанции не пройдете, в Европейский суд вам обращаться нельзя. Это так, но дело в том, что... Это еще один миф, или нет, это ли не миф? Нет, просто понятие, что такое все инстанции, у Европейского суда другое, чем у нас. Ну, раньше говорили так, вот я слышал, по крайней мере, что вот вы должны обратиться там, ну, в свой район, и потом там областной, потом, соответственно, идет там Верховный, и после этого, когда все уже на территории России ничего не нашли, тогда только туда можно. Я об этом тоже говорил до начала программы, меня так учили тоже. Все судебные инстанции должны быть пройдены внутри страны, а потом уж, если... Ну, то есть, как бы Верховным судом так получилось, пожалуйста. Вот это ложь. Вот здесь, как я, зарыта собака, которая на этой... Которая многих останавливает, да? А просто люди, когда проходят... Боязнь возникает. Если у вас вопрос касается судебной системы, да, нужно проходить только три инстанции. Суд первой инстанции, суд апелляционной инстанции, суд касационной инстанции. И по правилам обращения в Европейский суд, это правило утверждает Европейский суд, да, после прохождения касационной инстанции вам дается только шесть месяцев для обращения в Европейский суд. Если вы нарушите на один день этот срок, значит у вас уже эта жалоба будет признана неприемлемой к рассмотрению. Люди у нас начинают потом, как вы говорите, обращаться в порядке надзора. Но прежде чем в порядке надзора обратиться в Верховный суд, нужно обратиться в областной суд. Понимаете, два-три раза обращаться, это год, два-три, потом Верховный суд. И соответственно срок проходит. Конечно, потом может быть у вас трижды обоснована жалоба, но вы нарушили шестимесячный срок и у вас она признается неприемлемой к рассмотрению. То есть полгода после конституционной инстанции надо обращаться в Верховный суд. Но не по всем вопросам нужно обращаться, ведь вопрос у вас может быть не связан с обращением в наши российские суды. Вот очень большая стезя, как его, Европейского суда, они занимаются неисполнением судебных решений российских судов. У нас их, я думаю, что миллионы судебных решений российских судов лежат без исполнения по разным причинам. То ли там должника, нет имущества, фирма разорилась, нет денег и так далее. А вот это наверняка основная масса неисполненных судебных решений, касающихся взыскания. У нас не знает народ об этом, что можно обращаться. Но сейчас, может быть, кто-то узнает. Да, да, да. То есть вот есть совершенно конкретный пример. Неисполнение решений судов это неналожение обеспечительных мер по решению суда судебными приставами. Мы с такой ситуацией столкнулись в 2014 году. Это в вашу практику, да? Конечно, конечно. То есть когда на должнике было имущество, несколько квартир, машин, и она благополучно... Должница? Должница, да, должница, все правильно. Она благополучно подарила дочери в тот момент, когда судебный пристав не исполнил свое время. Она исполняется немедленно решение суда о наложении обеспечительных мер. То есть пристав не своевременно это решение принял, она за эту паузу успела все передарить, да? Разумеется. Причем пристав, скажем так, достаточно известный в наших кругах, скажем так, пристав с таким интересным прошлым. Сейчас она работает с налоговой инспекцией, то есть там тоже такие люди нужны. Привязалась она конкретно к имени, то есть ей мягкий знак в имени Наталья и Наталья, да? То есть ей не понравился, хотя по сути речь шла о имуществе, то есть наименование должника здесь не имело никакого значения юридического, да? То есть, ну, с этой практикой я встречался с главным съемным приставом Шиловниковым Николаевичем, закончилось тем, что он перестал работать у нас через полгода, но тем не менее, а вот и мы не там. То есть это дело так и не исполнено это решение, да? Хорошо. Ну, что, Валентин Васильевич, понятно, например, да, что такое неисполнение решения суда? Тут не только в этот вопрос, понимаете, у нас просто решение российских судов уже с решениями судебных приставов, что невозможно выполнить судебное решение по каким-то основаниям. Все, у нас тупик. Продолжите, продолжите, продолжите. У нас тупик. А вот Европейский суд рассматривает, что государство существует для того, чтобы, мы налоги платим для того, чтобы защищать интересы граждан. И не имея значения, по какой причине это самое судебное решение российского суда не исполнено. Государство должно компенсировать свою или не распорядительность, вы бездеятельность и так далее, и так далее, и так далее. То есть я правильно ли понял, смотрите, вот когда, например, судебное решение принято, судебные приставы его, так сказать, взяли, что потом говорят, условно говоря, решение, может быть, было, потому что у муниципалитета в бюджете не заложены эти средства, да? И как бы у нас говорят, ну, раз не заложено, значит, до свидания, да? А это не должно быть основанием. Нет. Ни в коем случае. То есть это не освобождает муниципалитет от ответственности. Это так рассуждает Европейский суд по правам человека. И он назначает, обязывает правительство России выплатить компенсацию нескольких тысяч евро. Вот очень много было дел у нас, и вот почему у нас, как я говорю, это самое скрывается, эта информация, если бы люди знали, что вот сколько у нас задерживают зарплат, не выдают зарплаты, да? Реальное число мы, наверное, не знаем. Не знаем. Официально. Официально. Очень много. Ну, разные данные есть. У налоговой разные данные есть, у трудовой инспекции другие данные, у статистики третьи. Ну, всегда там довольно много, да. Я помню, что где-то лет пять назад, наверное, когда Белых еще у нас был, как его губернатором, к нему 300 этих решений российских судов поступило о взыскании завода «Молот» в пользу рабочих, их зарплату. Ну и что? Он принял эти заявления, и все. На этом все закончилось. То есть, а если бы они обратились в Европейский суд, если бы Европейский суд, там, я не знаю, какую бы компенсацию, там, пять-шесть тысяч евро за неспособление... На каждого. На каждого заявителя, конечно. Вот тогда бы, считай, самое-то и сдвинулось с места, я думаю, это, понимаете? Ну, что, еще, значит, что касается доступности, я все-таки хочу сказать, что для того, чтобы обратиться наш, как его, в суд, нужно заплатить, в смысле, на своего представителя, или доверенность надо заверять, на нотариусу идти пять денег платить, да-да. В Европейский суд этого не надо. Просто пишется... Ну, вот на сайте Европейского суда вы скачиваете формуляр жалобы, который состоит из восьми разделов, и там уже забито это, как его... То есть, просто заполняете, как бы, да? Заполняете, да, но не надо, конечно, здесь упрощать, там тоже очень много разных этих, как его... Ну, и особо-то тоже тут можно все освоить. Дальше. Европейский суд прямо так предупреждает, что не надо нам посылать оригиналы документов. Только копии. То есть, не надо их заверять вообще ничего, потому что копии вам не будут возвращены. То есть, копии даже не заверено нотариально можно посылать? Да. Ведь потом они все делают для людей, понимаете? Они потом, ведь, начинается переписка, если у них возникнет какая-то необходимость, так они запрашивают. Напишут, да, попросят еще. Да, да, да. А, кстати, много ли времени занимает переписка? Послания идут. Когда признали приемлемое просмотрение, да? Да, да. Ну, где-то в течение года. В течение года идет активная переписка. Ну, активно. Вот там за год я получил, допустим, 8 по одному делу, 12 дел. Ну, в смысле, писем таких. Там очень такие приятные письма. Там даже переписывают это приятно. У меня одна клиентка подзащитная из поселка Сосновка. Я говорю, как вы... К ней пришло письмо, и к ней там европейский суд обращается. Уважаемая госпожа. Я говорю, как вы расценили это обращение? Она говорит, я даже заплакал. Вот и все. И неделю была подскочительная. Ну, мелочи приятные, согласитесь, конечно, да. Валентин Васильевич, у меня вопрос такой возник. Вот вы сейчас немножко к другому перешли. В последнее время такая информация очень часто распространяется, особенно по центральным каналам, что у нас сейчас европейский суд, как бы его решения стали необязательны к исполнению. Потому что у нас может там какая-то наша инстанция его отменить и не исполнять. Соответствует ли это действительности? С точки зрения закона, это не соответствует действительности, потому что это нарушение, грубейшее нарушение нашей Конституции, то есть основного закона прямого действия. В статье 15, часть 4 сказано, что эта часть очень важная. Международное право, нормы международного права имеют приоритет. Об этом, да, там говорится? Да, да, да. Как его, то самое, что вообще приняты принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации, а конвенция, это международный договор, является составной частью правовой системы России. Точка, да. Это первое предложение, тоже очень важно. Второе предложение, тоже очень важно. Он говорит, второе предложение, если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотрены законом, то применяется правило, установленное договором. То есть, приоритет. Ну, приоритет у международных норм. Да, да, да. Поэтому вот это, там я помню. А мы не отменяли, кстати, это, нет? Мы не выходили из этого договора, конституцию не меняли. Мы должны выйти тогда из-под... Нет, 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 нет. С известными событиями-то с Крымом-то. Нет, нет, нет. Вот. Поэтому я считаю, что это ложь для внутреннего потребления, нас обманывает. Потому что не было никогда еще такого в истории европейского суда, чтобы какое-то решение в части выплаты компенсаций было неисполнено. Может быть, вот европейский суд может обязать, ведь по вашей просьбе, в случае выигрыша этого дела, он может обязать российские власти наказать конкретных чиновников, прокуроров, следователей, судей и так далее, которые подзамешаны в этом, да? Это они могут не исполнить нашей власти, допустим. Потом какие-то законодательные акты могут не отменить там, допустим, все. А с точки зрения выплаты, как его, да, это исключено, потому что на счетах России как государства за границей имеется много активов и недвижимости и так далее, и так далее. И там ведь исполняет судебное решение европейского суда не наши судебные приставы. Там создан специальный комитет министров. То есть от каждой из 47 стран мира в этот комитет входит министр иностранных дел. Не министр юстиции, а министр иностранных дел. И они уже сразу посылают документы. У меня вот были, так там, как его прокуратура генеральная России там на уши встала. Потому что они не слушают там такие какие-то там эти вот объяснения, что мы не будем до туда-сюда. Все это снимается автоматически. То есть если правительство отказывается платить, то находят другой источник погашения тоже за счет вот этих счетов заграничных. Ну вот, да-да-да, сейчас вот тоже, как его, вот вы сейчас сказали, что вроде вышло такое, вот недавно прошла информация, что матери Беслана, да, они же выиграли в суде первой инстанции европейского суда 3 миллиона евро. Наши власти решили это все оспорить. Подали в большую палату европейского суда, но большая палата подтвердила решение, как его суда. И сейчас наши власти говорят, мы будем выплачивать. Куда они вернутся? Просто не надо этому верить. Вот и все. Давайте сейчас небольшую рекламу устроим и вернемся в студию через полторы минуты. Продолжать у нас остается не так много времени. Говорим о таком институте правозащитном, как Европейский суд по правам человека. У нас в студии Валентин Бамецов и Василий Лаженцев. Василий, свою историю расскажите, пожалуйста. Ну вы уже озвучивали, да, частично, по крайней мере, у нас в эфире. У вас намерение обращаться в Странсбургский суд сейчас? Да, разумеется. Какого рода жертвой вы оказались? Ну, моя началась история еще в расцвете действующего прошлого губернатора Никиты Юрьевича. Это было 2011-2012 годы. И, скажем так, я стал потерпевшим. Именно мошенническая схема в особо крупном размере. Это двойная продажа квартир через подрядчиков. И до сих пор, до сих пор в течение трех лет, вот я обратился за защитой своих прав государственные органы летом 2014 года. А куда именно-то? Сначала в гражданский суд, потом 28 октября 2014 года было написано заявление, статья 154, группа лиц в особо крупном размере, часть 4. Но в результате трехлетней защиты моих прав государством, а по статье 52 Конституции Российской Федерации потерпевшие имеют право на возмещение ущерба при преступлении. И как раз статья 159 мошенничества заканчивается в момент получения денег. А вот куда они дальше двинулись? И эту ситуацию исследовала статья 174 Уголовного кодекса. И в других регионах она... 174 статья как формулируется? Легализация. Легализация. Да, да, да. Так вот, в других... Преступная деятельность. Да, да, да. В других регионах эти две статьи, то есть сам ущерб и легализация, да, то есть если есть что искать, то они, ну, в две недели, две-три недели между ними есть разница. Вот, мы начали, скажем так, через месяц бить тревогу, обращаться в наши правоохранительные органы, к им руководителям, дошли даже до самого главного руководителя. Причем даже ездил я уже и в Москву, когда поменялся у нас главный следователь. ВОЗ и ныне там. То есть у нас... То есть вот эта вот 174 статья, она не возбуждается? Вот как заколдованная просто. Как заколдованная, когда речет о крупных суммах. И когда в группе элит 70% бывшие сотрудники правоохранительных органов, то тогда тут все очень даже неоднозначно. Вот, и даже при, скажем так, я понимаю, вот слова Путина о том, что за год, за год что-то поменять крайне сложно, да. То есть, но хотелось бы, чтобы какое-то наведение элементарного порядка хотя бы, ну, на втором году губернаторство где-то уже начинало наступать. Потому что сейчас речь идет о том, что похищенные деньги были использованы для организации более масштабного преступления. Там более 300 уже у нас обманутых дольщиков. То есть деньги были использованы на приобретение земельных участков. И потом на них была реализована ЖК Виктории преступная схема. Вот, сейчас по Гороховской не нашли 183 миллиона, по Мичуринской больше 200 миллионов дырка. Ну и по Преображенской 95, насколько я помню, третий объект уже больше 100 миллионов. Вот можете посчитать сумму, сумму, сколько наворотили товарищи, да. То есть и обращение, скажем так, к высшим правоохранительным органам, оно у меня личные приемы, скажем так, уже это весна 16-го года, а основные дольщики у нас уже после этих приемов организовались. То есть у нас бездействие достаточно длинное по этому поводу. И что-то сейчас мешает вам обратиться в ЕСПЧ? У нас какой-то этап еще не пройдет. Значит, в ЕСПЧ у нас 17 октября у нас вторая инстанция. Потом будет касаться еще. И после этого, после этого понятно, что мы будем двигаться в сторону ЕСПЧ, потому что, ну, сами поймите, особо крупные размеры, ни копейки не возмещено, но это как-то неправильно. И люди ездят на дорогих машинах, все у них хорошо, как бы, да, то есть еще и агрессивно себя ведут, угрожают. И здесь, я считаю, что эту ситуацию так просто оставить, просто нельзя, как бы, да. То есть, ну, это уже... Сколько людей в аналогичной ситуации с вашей? Если брать ситуацию с обманутыми дольщиками, у нас 117 квартир по Мичуринской, порядка, я думаю, 40-50 по Преображенской, и порядка 150 квартир у нас по Гороховской, 81. Ух ты! Много, много. А каждая квартира, извините, это семья, а это родственники, то есть, минимум умножаем на 2 на 3. Нет, количество вот людей, которые зацепили, это умножайте на 10. Это количество пострадавших, да? Нет, если берете квартир, нет, у каждого есть дети, да, то есть, у каждого есть какие-то свои истории, и когда смотришь людям в глаза, у которых... Ну, молодая семья, допустим, вот на митинге, мы были обмануты дольщиков, маме 25 лет, мужу 27, ребенку 7 месяцев. Вот они живут в съемной квартире и платят ипотеку, и неизвестно вообще, достроится ли этот дом. А вот теперь возьмите доход этого молодого человека, да, то есть у которого, ну, максимум 25, ну, если вам повезло, 30 тысяч рублей. И вот таких ипотечников до 30% я насчитал, ну, в этих домах. Представляете, какая социальная напряженность у людей, вот просто тоска в глазах, ну, непроглядная. И они, на самом деле, начинают, некоторые, некоторые, да, то есть уже такие экстремистские лозунги, да, то есть высказывать, я считаю, неправильно. Так, что накипело уже. А им просто надо как-то это реализовать, то есть... Звереть начинают, простите. Звереть, да, то есть, и вот, уважительное отношение, вот когда мы коснулись к правам человека, да, то есть Кировской области, его так в грязь втоптали за последние 10 лет очень серьезно, да, то есть его надо тихонечко то доставать, отмывать, объяснять людям, что это действительно, скажем так, это наша норма жизни, надо к ней идти, надо за это бороться, как за права в Каталонии, да, люди борются за что? Да быть самим собой, в конце концов. Валентин Васильевич, ЕСПЧ уже рассматривал подобные иски? Такие подобные. Дольщики, когда люди приезжают, они живут, мне неизвестно. У нас таких примеров по городу, по региону нет. У нас люди не знают, что такое европейский суд. А, то есть, то, с чего мы начинали, собственно, кисетовали на то, что... Ну, смотрите, вот та же ситуация с дольщиками, на самом деле, очень много, очень много вот таких ситуаций с разными застройщиками, с разными жуликами и прочее, их очень много, и они, в принципе, не заканчиваются ничем. Вот если посмотреть, да, вот... Нет, есть одно, значит, до 2015 года областное правительство выплатило больше 800 миллионов на эту тему. Ну, всего было... Ну, до 2015 года включительно, да, то есть было закрыто 396 обманутых дольщиков. А с тех пор закрыто это... Ну, решена проблема, да, то есть люди мучились там по 3-5 лет, ну, в конце концов, они хоть что-то, да, получили, но это люди, которые были обмануты в 2010-2011 годах. А вот в 2016 году, поскольку дефицит бюджета и исполнять там 41-51 закон просто нечем, да, людей просто не признают обманутыми дольщиками. То есть ситуация какая? То есть нарушаются права, да, то есть совершенно очевидно нарушаются, да, потому что откуда взять деньги в таких объемах, потому что ситуация у нас, если мы ее оцениваем где-то по итогам 2016 года, это полторы тысячи человек, это порядка, нагрузка на бюджет больше трех миллиардов. Это чтобы ситуацию закрыть. К концу 2017 года ожидаем где-то уже 3 тысячи человек, то есть у нас, скажем, организованное преступное сообщество, этих дольщиков оно их производит в геометрической прогрессии, да, то есть пытаются бюджет, то, что Никита Юрьевич госдолг, сейчас уже расти ему некуда, да, раньше просто госдолг делали, брали кредиты, да, то есть сейчас уже дальше некуда, у нас все потолок 94%, поэтому откуда брать деньги абсолютно непонятно. Я думаю, что надо их брать обратно от жуликов, да, то есть быстро находить, кто их... Нет, на самом деле, на самом деле... В принципе, это логично. Ну, почему государство должно платить за то, что кто-то обогащается? Нет, все простое у нас рядом и под ногами, да, но между тем у нас есть куча законодательных инициатив, да, то есть как эту ситуацию еще загнать еще в более сложную проблему, да, то есть которую мы сейчас как раз и видим, которая происходит. Я помню, когда Хейнштейн, депутат Госдумы, на тот момент активный борец за права дольщиков, в конце 2012 года он приезжал и так на голубом глазу потом заявил, в 2013 году этой проблемы не будет. Да, не будет. Ну, как сказать... И какое-то время даже, я помню, в конце года Никита Юрьевич отчитывался и говорил, что вот на столько-то процентов решили, в следующем году все, закроем полностью. Я с уважением отношусь к Игре Владимировичу, да, потому что все-таки это Владимир Владимирович Путин обладает серьезным ресурсом, и, скажем так, ну, пока одни генералы погибают от интереса, да, то есть другие генералы мародерствуют в тылу, это неправильно, да, то есть нас ситуацию тихонечко меняет, не будем называть личности, да, потому что это программа, это эфир, как бы, да, то есть это мое личное мнение. Ваше мнение? Конечно, конечно, это мое личное мнение, как бы, но по существу, по существу, если у нас в сентябре, вот я видел, скажем так, запись, что Игорь Владимирович сказал, что не должно у нас быть обманутых дольщиков, это был сентябрь 2016 года, мы прошли уже сентябрь 2017, ну, ничего, в принципе, не меняется. Их растет число. Ничего, в принципе, не меняется, и проверки-то идут уже при новом составе правительства, да, то есть которые не выявляют причины, помните, как вот самолеты, которые не летали, да, то есть застройщик всем требованиям соответствует, а возить не может, да, точно так же застройщики всем требованиям соответствуют, проверки проходят, да. А дома нет? А 70% средств собранных, вклады исчезла. Вот как. Валентин Васильевич, остается 3 минуты у нас, можно еще конкретных примеров, вот связанных с нашей областью, с городом, обращения в гости. Ну или по крайней мере, чтобы понимать, о чем идет речь еще. По каким темам надо обращаться, чтобы люди могли понять. Ну вот что у нас самое больное, ЖКХ, медицина, что еще, обслуживание какое-то, вот это все тоже присутствует? Это все тоже присутствует, я сейчас хочу, знаете, что я сейчас вам процитировать, обратить ваше внимание. Учтите, еще раз повторюсь, 3 минуты. Статья 13 конвенции. Право на эффективное средство правовой защиты. Вы где, в нашем законодательстве, видели такое право закрепленное? Что вы имеете право на эффективное средство правовой защиты. Цитирую. Каждый, чьи права и свободы, признанные в настоящей конвенции, нарушены, имеет право на эффективное средство правовой защиты в государственном органе, даже если это нарушение было совершено лицами в официальном порядке. Я тоже не встречал такого права, понимаете? Вот на основании этого, как его статьи, Европейский суд и взыскивает компенсации за... Вот сейчас Василий Викторович рассказал, как вы считаете, с его слов вы выслушали, было ли нарушено это право на эффективное средство правовой защиты? Я там вообще никакой эффективной защиты не услышал. У нас коэффициент эффективности, если брать преступное сообщество, что было в руках следователя, значит, порядка 3%, это у нас идет объем именно доведенного до наказания. Раньше, в 90-х годах, у нас было менее 1%. Но у меня... Простем! Нет, ну извините, два адвоката неустанно трудились постоянно, чтобы из 1% сделать 3%. Вот наша эффективность. Итак, дела? Чтобы услышать... Еще хочу очень серьезно там, понимаете? Времени нет, сожалению. Защита собственности, понимаете? Ну говорите, говорите. Имеете право на защиту собственности, право на уважение собственности, понимаете? Европейский суд. Мы имеем право иметь какую-то собственность, но право на уважение собственности по российскому законодательству мы не имеем. А в конвенции, вот это есть статья, они рассматривают невыплату стипендий, пособий, пенсий, как не нарушение вот этой статьи. Значит, у меня разработано... Соответственно, невыплаты стипендий, зарплаты, пособий, это уже основание для того, чтобы... Да, 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 да. Я с улюблением узнал, что, кажется, стипендия, это моя собственность. Я еще как-то думал, что зарплату я заработал, это моя собственность, стипендия. А пособия тоже... Ну вот я там много открываю, понимаете? А льготы? Предоставление льгот всевозможных каких-то? Я не знаю, я не знаю. Вернее, их не предоставление. Если закону прописаны льготы, их не предоставляют. Я тоже считаю, что... Да, 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 да. Ну что, по делам ЖКХ. Ну, это же отдельная тема. У меня разработано заявление по непредоставлению нам капитального и текущего ремонта. Ну, сейчас это не рассказать. Туда можно тоже обращаться. Ну, в общем, мы обозначили. Мы обозначили, что эта тема как раз-таки для Странсбургского суда. Да, по своей квартире я обратился давно уже. Там есть некоторые подвижки. Ну, сейчас ограничено время. Какого рода проблемы-то? Не предоставление капитального и текущего ремонта. Ага. То есть мы же платим за текущий ремонт. Мы же платим каждый месяц? Каждый месяц платим. И капитальный тоже у нас что-то собирают, да? Вот, понимаете, вот наших граждан, мало кто знает вообще периодичность текущего и капитального ремонта. Вот мы платим, да, платим, да. А мы не представляем, какова периодичность текущего ремонта. Вот у нас есть ВСН 5888. Это внутренние строительные нормы. Они называют там, что текущий ремонт предоставляется в течение 3-5 лет. Каждые 3-5 лет. Каждые 3-5 лет. Капитальный ремонт 15-20 лет. Все зависит от материала, кто построен, понимаете? Вот я живу в доме, 40 лет ему, да? Уже 3 раза мы должны были как его... От капиталиц, а это самое, от текущего ремонта, так там вообще уже 10 раз, да? Ни разу не было ничего. И у нас вся Россия в таком состоянии. У меня созданное исковое заявление на основании закона о защите прав потребителей, который не облагается госпошлиной, что наш суд обязал, ну, наших ответчиков у меня, да? Выполнить капитальный закон о защите прав потребителей. Но... Не выполняется решение. Здесь не выполняется. У меня сразу как-то наши доблестные судьи, значит, выносят определение об оставлении моего искового заявления на основании того, что оно не оплачено госпошлиным. Так я пишу, говорю, так у нас этот иск-то на основании закона о защите прав потребителей он госпошлиной не облагается, конкретно на налоговый кодекс ссылаюсь, на конкретную статью, а мне все равно отвечает это, я обжалую это в областной суд, мне они опять же эту самую архинею отвечают. Все, потом я обращаюсь. К сожалению, истекает время нашей беседы. Ну, примерно, я думаю, все-таки понятно стало. В конце, лично говоря, как-то немножко грустно стало. Вот почему система не может работать слаженно, без сбоев, почему нужно куда-то обращаться, отстаивать свои права. У вас в другой стране есть такое, почему же им не пользуемся? Это тоже нормально совершенно. Спасение у запаящих, дело рук самих. Ну, спасибо, напомнили, да. Наши гости Валентин Баминцев и Василий Лаженцев. Мы на этом завершаем первую часть дневного разворота. Далее у нас новости и другая тема уже схожая с первой после 12.05. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!